Так, ребята, всем привет! Этот влог я снимаю на такую камеру, потому что сейчас я поеду в Москву, и в машине, если вдруг буду что снимать вам, будет удобнее с этой камерой. Наконец-то я решилась сгонять туда и обратно. Я вчера не поехала, потому что была хорошая погода, но, как я понимаю, погода хорошая будет и завтра. Так, ну что ж, ребята, вот я еду уже в Москву. Я ещё сегодня даже ничего не ела, съела маленький сникерс. Не знаю, зачем я вам всегда все эти подробности рассказываю, но мне кажется, что они очень важны. Мелочи важны. Сегодня я просто накрасила себе свои ресницы. Такие короткие! Ну, что поделать. И, кстати, у меня там ещё были нарощенные длинные, которые очень тупо выглядели с моими короткими, потому что их очень мало осталось, и я их, короче, подстригла. Вот так. И теперь они такой же длины, как и мои ресницы. Ну, может, чуть-чуть подлиннее. Просто они очень сильно торчали, попирали. Это было не очень здорово. В общем, мне осталось ехать где-то полчаса. Еду я примерно столько же. Ну, может, поменьше. Минут двадцать. Пять, двадцать. Не знаю. Вот. Так что, в принципе, всё нормально. Погода хорошая. Даже очков не хватает, знаете. Потому что у меня же очень такие чувствительные глаза, и я реагирую на свет сильно. И когда очень светло, я прям вообще вся жмуришь, хамуришься. Не знаю, как это называется. Поэтому сейчас у меня вот эта часть и лоб в таком напряжении, потому что я вот так вот еду. Мне очень приятно. Ещё очень жарко. Сейчас пишет в машине двадцать четыре градуса. Алё. Алё. Да. Ну, мы взяли килограмм крылышек, килограмм ножек. У нас нет свинины. У нас только мурица. Ну, два килограмма хватит на всех? Не знаю. В любом случае, всё это мариновать надо. Но можно взять ещё там свинины. Я не знаю. Давай. Удачные вопросы. Сколько у нас мяса? Вообще, по поводу, кстати, прыщей, да. То, что я очень много жареного ем, я думаю, что это тоже причина прыщей. И я не про шашлык говорю конкретно, а про то, что я, в принципе, очень... Я всё жарю. Всё жарю. Мясо, печёнку, курицу. Всё, короче, жарю. Поэтому, не знаю, может быть... Короче, хочется поменьше жарить. Хочется побольше там отваривать, варить. Блин, ужасно жарко. Я просто сейчас сойду с ума. Я ехала с двумя открытыми окнами, но моё терпение закончилось. Я включаю кондиционер. Главное, не просудиться, поэтому я сделаю его приемлемым. Ох, ветер подольный. Всё, пытаюсь скатить здесь очки. И я знаю, что тут какие-то есть. Наконец-то. Такая модная, пипец, ребята. Потому что это просто уже невыносимо. Очень тяжело без очков. Хотя я бы не сказала, что солнце прям какое-то сильное. Кстати, эти очки такие, ну, дешманские, они кривые. Я их покупала так для фотки. Вообще, я не знаю по поводу того, чтобы покупать дорогие очки. Мне кажется, это такой аксессуар, который ты хочешь постоянно менять. Но, в принципе, если у тебя куча бабла, то можно покупать дорогущие очки. Но так я не вижу смысла. Потому что для меня очки это, типа, знаете, как... Ну, не знаю, как шапка. Понятное дело. Хотя, не знаю, шапку можно хорошую взять одну и ходить в ней всю зиму. Но очки это такое, типа, ты же не будешь на всех фотках, например, в одних очках. Поэтому проще закупиться несколько, там, штучек взять. Но зато разных. И на фотках грёвы. Я вчера всю ночь думала о том, что же я хочу забрать в Москве. Я везу с собой три чемодана, пустых. И мне хочется все их набить. На самом деле, я хочу просто снова набрать вещей, которые в Москве не нужны. Я постоянно думаю, что они там нужны, что они мне там пригодятся. У меня там, не знаю, джинсовок семь, мне кажется, всяких таких. Вот нахрена они мне там нужны? Лучше я их сейчас на дачу отвезу. И там они будут с кайфом. Тем более, что мы на даче теперь часто. А ещё, если вы смотрите мои выпуски «Живём на даче», в одном из выпусков я рассказывала и показывала то, что я поставила там на холодильник на даче такую пахучку для дома. И она очень, достаточно быстро закончилась. Ну, заканчивается, ещё там есть. Но она, конечно, офигенно пахнет. У нас там персик получается. И вот прямо на весь дом пахнет персиком. И когда приходишь домой, если дом, ну, закрыт, понятное дело, окна там закрыты, ну, когда ещё не так жарко было. Мы приходим домой, просто, просто сплошной персик. Я обнимаю Югену, начинаю её просто, ну, нюхать, всё такое. Она пахнет персиком. Это просто офигенно. Поэтому сейчас я ещё хочу забрать из Москвы другие пахучки, которые у меня там есть. Потому что в Москве, знаете, как-то ты их так не ощущаешь. Не знаю, почему. Может, потому что... Да я не знаю, почему, но в Москве у меня так не пахнет, как на даче. Вообще на даче как будто бы нюх обостряется. Наверное, из-за свежего воздуха. А там, в перемешку с грязным, гнилым воздухом и со всякими отходами, ты просто не чувствуешь запах, например, ванили. Ты просто ничего не чувствуешь. А на даче чувствуешь всё. Поэтому кайф сейчас заберу. Вообще всякие приколюхи для дома. Я даже думаю, да, может, какие-нибудь подушки взять. Возьму ещё игрушек вивиены, косточек её всяких, которые мы не забрали. Так что кайф. Вообще живётся нам на даче очень хорошо. Прям даже неожиданно для меня. На самом деле главное было реально просто поехать на дачу, навести там порядок, красоту и всё. И живись кайфом. Здесь могла бы быть ваша реклама, кстати. Вроде как последний день, когда у меня есть этот рабочий пропуск. Сегодня 4 число, 4 мая. И пропуск действителен до сегодняшнего дня включительно. То есть завтра или сегодня мне нужно будет заходить на сайт, там, да, не знаю, на МОСРУ или госуслуги. Не знаю, не помню, где нам, наверное, на МОСРУ. В общем, заходить туда и продлевать свой пропуск. Насколько я знаю, всё это несложно делается, но в любом случае. А так, кто не в курсе, карантина у нас продлён до 11 числа. Но я думаю, как и я, как и всем, мы уверены, что нифига ничего не откроется. Хотя, знаете, вот если подумать с точки зрения, что у людей нет работы, люди становятся злые, грустные и начинается жесть какая-то во всём мире. Я, кстати, перестала следить за числом заболевших, зародившихся. Мне уже надоело на это смотреть, потому что это только, знаете, так нервирует. Да даже не то, что нервирует. Мне просто надоело сидеть и смотреть. Когда только всё началось, я, наверное, неделю, 10 дней, не знаю, сколько каждый день заходила на все телеграм-каналы, на которые подписаны про вирус. На сайтах, на новостях. Всё сидела, чекала, смотрела, читала. Такой, ва, сегодня вот столько, ва, сегодня вот столько. А потом в какой-то момент мне просто всё это надоело, и я перестала следить за всем этим, потому что, ну, потому что, вот. Всё, что я могу сделать, это просто сидеть дома и нигде не гулять, что я, в принципе, и делаю. Я не собираюсь в Москве там сейчас что-то делать. Я просто доеду до дома, поднимусь. Единственная преграда и страшное место, которое меня ждёт, это лифт и подъезд. Ну, вот. Ну, ничего, я буду в маске, в перчатках. Так что поднимусь наверх домой, забью чемоданы и так же спущусь, и поеду обратно. Вот и всё. Хотя мне нужно заехать в аптеки. Я хотела в магазин заехать, потому что там есть у меня любимый магазин с любимой колбаской. Ну, я не знаю. Честно говоря, так не хочется лишний раз в Москве что-то там выходить. Ещё в Подмосковье не так страшно, потому что всё-таки там меньше больных. Ну, вот в Москве хрен его знает. Вообще сейчас просто проведаю дом и, знаете, такое-то уже надолго уезжать всегда. Как там мой дом? Всё ли там хорошо? Единственное, чего мне не хватает на даче, наверное, это моего компа. Потому что ноутбук, не знаю, в курсе вы или нет, я не очень люблю монтировать видосы на ноутбуке. В принципе, я на ноутбуке больше ничего не делаю. Фильмы мы смотрим на Apple TV. Вот. Поэтому единственное, чего мне не хватает, это моего компа хорошего, который не глючит. Потому что ноутбук у меня иногда так глючит, что вот пипец. Его надо перепрошить, почистить. Итак, ребята, я приехала. Всё, я уже дома. И тут так чисто. Я в шоке просто. Потому что перед тем, как уехать, я убиралась. Сейчас везде открыла окна, потому что мы закрываем всегда окна, когда уезжаем надолго. Потому что кто его знает? Так приятно походить по дому. Вообще. Тут ещё бельё. Сейчас вот эту всю фигню буду заталкивать в чемоданы. Пипец. Ну, кайф. Так что сейчас мне нужно будет побыстрее Ляну собраться, разобраться. Всё положить. И как можно скорее ехать, потому что времени уже дофига. Ой, просто супер. Я уже намыла свои ручки. Главное не забыть всё, что я хотела взять. Чистота и порядок. О, сразу. Ребята, я вам забыла показать. Смотрите, капсула наша. Хотя не знаю, показывала я вам или нет. Но взять разных. Чтобы было. Думаю, нам столько хватит. Ещё. У нас там и так есть. Но пусть будет ещё. Тут интересно, что... Сейчас я буду всё забирать. Больше всего меня пугает холодильник. Так-с. Сейчас всё это нахрен выкину. Такие вот у меня планы. Ну, тут, в принципе, всё такое, что... Ну, хотя вон там помидоры какие-то. Лук. Ладно. Хлеба, главное, нет. Ой, дома хорошо. Сейчас посижу, передохну. Вот это сразу я беру с собой. Часток собирать, блин. А ещё... Такая духота. У меня аж башка раскалывается от этой духоты. Уже везде окна открыла всё равно. Душно. Что ж ты будешь делать? Фу, окна грязные. Ох, кайф. Пусть квартира проветривается. Блин, так тут дом. Я скучала по дому. Кроватка моя. Короче, ладно, буду собираться. Потому что долго всего собирать. Вау. И быстро поеду обратно. Запомните погоду, которая сейчас за окном. Скорее всего, через часик, а может даже и меньше, будет дождь. В общем, рассказываю, ребята. Вчера я ездила в Москву и привезла очень-очень много всего, очень много вещей. Я сейчас вам всё это покажу. И я вчера всё это не разбирала, потому что безумно устала. У меня даже рука здесь болит, поскольку я кучу всяких тяжестей поднимала туда-сюда. У меня было 4 ходки. Это значит, что я 4 раза с квартиры опускалась вниз в машину и загружала её всяким, что могла унести. Не знаю, будет ли сегодняшний влог долгим, разговорным, с ускорениями, но я снимаю так, как есть, показываю свою жизнь такой, какая она есть. Сегодня я буду убираться. И, конечно, убираться на камеру сложнее и дольше получается, потому что ты должен отвлекаться на камеру, ставить её постоянно туда, где ты ходишь. А я, когда убираюсь, я с одной комнаты бегаю в другую. Всё такое. Но я думаю, вы понимаете, о чём я говорю. Вот. Поэтому это, конечно, геймар. Но что поделать сегодня? Мне нужно разобрать все вещи. По-хорошему, конечно, уже надо пропылесосить, заново помыть полы здесь, внизу помыть полы, потому что там грязно. Это всё, что я привезла. Там ещё внизу что-то есть. То, что я уже разобрала. Какой-то маленький пакетик с чем-то там, не знаю. Плюс я ещё какие-то продукты из Москвы привезла. Это тоже я вчера разобрала. То, что связано с продуктами. В общем, вот эти вот все вещи. Три чемодана. Один маленький, средний, большой. Они все забиты чем-то. Куча вещей, куча вообще просто всего. И я просто всё-таки на улице. Очень так пасмурно. Боюсь, скоро будет жёсткий дождь. А вообще у меня есть штатив, поэтому вероятнее всего я им воспользуюсь. У меня здесь есть такой шкаф. Вы сами об этом знаете. И здесь на самом деле много не то чтобы ненужного, но просто можно пространство получше организовать. Всё порешать. Здесь много полок, который тоже можно забить вещами. Хотя они и так вещами забиты. Ну, сами понимаете. Короче, дел много. А здесь вообще пусто. И это кайф, потому что вещей очень много. И тут ещё вещи лежат. То есть я несколько дней вещи вообще не складываю. Тут у нас бардак, незастельная кровать. И всё это мне надо будет сейчас сделать. Ну, хотя бы у меня сегодня не болит голова. Освобожу вот эту полку тоже для вещей. Там, там. Чё тут? Тут вообще эти одеяльца какие-то. Тут фигня. Мне нужно это тоже разобрать, потому что оно занимает место хорошее. Вот. Здесь вот тоже я как-то вам показывала, что здесь. Там подарочки мои, плакатики. Так. Так неудобно здесь это сделано. В общем, здесь тоже можно классно всё забить вещами, организовать. А ещё здесь очень мало вешалок на даче. И надо бы от многого избавиться. Да. А здесь одеяло, там какие-то уги. Ну, короче, тоже много всякой фигни. Тут у меня ещё носки валяются. В общем, ребята, что-то мне так всё лень делать, но вариантов нет. Нужно делать. Поэтому сейчас мы спустимся за штативом с вами, чтобы мне было легче. И ещё такая духота. Я, честно говоря, сама жду дождик, потому что когда будет дождик, будет воздух. А здесь у нас сидит какое-то чудовище. И мне написали то, что они кусаются и их дети, личинки, тоже кусаются. Здесь у меня тоже бардак. И я это ненавижу. Я ещё привезла косметичку ещё одну, там много косметики разной. Я очень рада этому, потому что у меня закончилась подводка, и я нашла новые. Целых две закрытые подводки, они просто офигенные. Почему я снимаю на фишай? Потому что мне кажется, что уборки лучше всего снимать на фишай, поскольку сразу видно всю комнату. Вот, сегодня мне ещё нужно приготовить покушать, и поэтому времени у меня совсем мало. но всё. Приехала в Москву, домой зашла, собрала вещи, погрузила в машину, потом я поехала в один магазин, потом я поехала в другой магазин, купила продукты моему брату, завезла, потому что он в Москве сидит, но скоро он поедет на дачу. Блин, эти мухи меня достали. И что, давайте дальше, я поехала обратно на дачу, ни в какие Макдональдсы я не заезжала, я вчера вообще за весь день съела сосиску в тесте, и потом вечером мы пошли к друзьям, мы пожарили у нас курицу, ножки, крылышки, пошли к друзьям, и там покушали вместе. О, дождь пошёл, это значит, что сейчас придёт Слава с улицы. Вау, какая здесь акустика! Круто! Виво! Там пошёл дождь! Мама знала, мама знала! Мама знала, мама знала! Мама знала, мама знала! Так, рассказываю! На кухне у меня тоже есть. Давайте запоминать всё, как было, потому что потом я буду вам показывать, как стало. Вы думаете, фу, что за грязь? Это кофе, прикиньте. Сюда кладём, чтобы она докапывала, потому что там всякое бывает. Ещё надо это помыть. Ещё я привезла ещё капсул. Вот, где-то 4 упаковочки. Каждый по 10. Так что, теперь можно не переживать их. У нас много капсул. Сейчас он из холодильника. Давайте посмотрим. Блинчики я делала. Ой, у нас столько овощей! А сколько мяса! Кстати, грудки. А мы их не достали. Значит, мне надо будет их сегодня размораживать. Кстати, у нас столько тем для разговоров. С ума сойдёте. А, ещё привезла вот такую пахучку. И ещё одну пахучку привезла для дачи, потому что здесь они просто офигенно вписываются. Я поставила шатив за свет, не обессудьте, что поделать. Я выписала в телефон к себе темы, на которые мы с вами можем поболтать, и то, что я хочу с вами обсудить, пока я буду убираться. Такие темы тупые. Что я привезла из Москвы? Ладно, давайте начнём с темы, за которую мне иногда пишут, типа, достала, надоела эта тема, и всё такое. Я конкретно про прыщи. Во-первых, хочу сказать большое спасибо всем людям, которые советуют мне и рекомендуют какие-то средства. Я вам безумно благодарна, потому что я всё себе выписываю, и когда я прихожу в аптеку, и в следующий раз когда я буду в аптеке, я обязательно куплю что-то попробовать из того, что вы мне порекомендовали. Понятное дело, я читаю описание продукта, ну, от чего до чего. Но просто хотела вам сказать спасибо, и ваши советы для меня очень важны, и я это очень ценю. Могу сказать, что кожа моя получше стала. Конечно, чё уж о ней говорить, всё равно не идеально, и до этого ещё далеко и долго. Кстати, то, что похоже закончился, и солнце вышло. Но в любом случае, знаете, я реально не унылаю, потому что я думаю, какого хрена, я не хочу из-за этого расстраиваться, это есть, но что я могу поделать. Всё-таки меня жутко бесят те люди, которые пишут, ой, ты ничего не делаешь, чтобы у тебя была хорошая кожа, ты продолжаешь жрать это, пить это, и всё такое. Ты не меняешь свой режим, бла-бла-бла. Вы откуда знаете, что я делаю для того, чтобы изменить свою кожу? Я, во-первых, стараюсь пить больше воды, а для меня это, знаете ли, большая проблема, потому что она мне никак не нравится, и вода для меня это просто отстой. Но суть не в этом, суть в том, что я каждый день умываю лицо, протираю, чем только я не протираю. У меня есть салициловая штучка есть, и какой-то лосьон, и я привезла из Москвы сейчас ещё пенку для умывания, которая, кстати, приятная достаточно. Сейчас я попользуюсь, я ей несколько дней, посмотрю на результат, и если всё будет гуд, то расскажу вам. Вот, потом я пробовала одну мазь, которую, кстати, мне прописывал даже врач когда-то. Сейчас я пробую другую мазь, и цинковой пастой я мазалась, и увлажняющими кремами, ну, типа, я много чего делаю, и то, что я не отказываюсь там от молочки, вот люди, которые пишут мне, что у меня прыщи из-за молока, из-за кофе, из-за Айкоса, что ещё там писали. Короче, всё это херня, вот реально, можете обижаться на меня, можете не обижаться. Я знаю миллион людей, которые пьют молоко, курят Айкос, и похлеще, что ещё делают, и у них идеальная кожа, дело не в молоке. У меня прыщи, ну, типа, вот такие жёсткие, начались недавно. А Айкос я курю давно, кофе с молоком я пью давно, сахар я хаваю всю свою жизнь, поэтому не надо, вот, типа, вы просто про питание мне можете не рассказывать. Да, питание понятно, мне нужно там поменьше пить вина, чтобы печень, все такое, чеки-пуки работало хорошо, хотя у меня так всё идеально, я не могу сказать, что я, блин, постоянно пью вино, я могу за ужином выпить бокал, два максимума вина, но это не каждый день, и плюс ко всему, ну, не знаю, я тоже так уже, наверное, месяца два периодически могу за ужином выпить бокальчик, расслабиться, и всё такое, и опрыщи жёсткие начались у меня недавно, поэтому, ну, типа, блин, просто я читаю это всё, и все пишут, Юля, тебя точно от этого, я знаю, откажись от молочки, откажись от сахара, когда мне пишут, типа, ты даже не хочешь попробовать отказаться от сахара, типа, тебе что, так сложно попробовать месяц не употреблять в пищу, там, в кофе сахар, во-первых, да, мне сложно, во-вторых, какого хрена, для меня это будет больший стресс, хотя, не знаю, может и нет, но я не собираюсь отказываться от сахара, потому что я его не так уж и много употребляю, я редко здесь, сейчас вообще, находясь на даче, я редко пью соки, редко пью липтоны, потому что у меня его нет в таком количестве здесь, я могу выпить сок вечером, стаканчик, знаете, апельсинового, чай редко пью, кофе, да, но кофе я пью здесь даже меньше, чем раньше я пила кофе в Москве, поэтому, ну типа, блин, я все это сравниваю, я понимаю, что это не из-за этого, молочку я хаваю всю свою жизнь, это не из-за этого, единственное, вот я думаю, может быть, из-за того, что я очень много жирной пищи ем, потому что все-таки жир вот здесь вот, может быть, как-то остается, хотя, знаете, я аккуратно ем, не вот так, вот поэтому я не знаю, много моментов, но что я точно знаю, что вот эти прыщи у меня появились до того, как я начала курить Айкос, это 100%, и я знаю множество людей, которые курят Айкос, и всякую другую хрень, и, ну там, Глоуни, Глоуни, что еще есть, и у них идеальная кожа, ну типа, не надо, вот просто не надо, меня это бесит, потому что, если, знаете, окей, если я приду к реально крутому врачу, он скажет, вот у тебя от молока, вот конкретно у тебя, вот сейчас вот, с, там, не знаю, месяц назад, у тебя из-за молока все началось, откажись от молока, я откажусь от молока, я не могу отказываться, и не собираюсь отказываться от продуктов, которые я люблю, которые я всю жизнь ем, пью, не знаю, употребляю в пищу, просто потому что, догадки какие-то, я не хочу, не хочу, потому что для меня это еще больше стресс, самое ужасное, что я не знаю даже с чего начать, как минимум, сначала все легенеры, игрушки на кровать закинул, поэтому мои следопытия, прищавые, не из-за этого, я даже думала, что может быть это из-за сыра, вот этого вот чанах, который я в последнее время начала много кушать, потому что, ну, я его раньше не ела вообще, в принципе, а тут я его реально, ну, каждый день ем, и я думаю, может из-за этого, хотя сейчас у меня кожа получше, фиг знает, я не знаю, с чего начать, это кошмар, вчера, читаю комментарии под видосом, какой-то взрослый мужик, написал, Юля, хватит повторять за Кариной, ты выставила видео на час позже, чем она выставила фотку, где она в платье, а подпись у нас примерно одинаковая, во-первых, то, что он взрослый мужик, я уже начала ему писать, отвечать на коммент, типа, хватит сидеть в интернете, займитесь личной жизнью, и в такие моменты я понимаю, что у меня настолько мало времени на интернет, как бы странно это сейчас не звучало, вы, наверное, думаете, что я постоянно сижу в интернете, сторисы смотрю всех-всех-всех, посты все смотрю, вот просто вот сажусь и смотрю, я вам могу рассказать, нет, у меня настолько мало времени, на самом деле, на все вот эти приколы в интернетах, у меня нет времени просто сесть и листать ленту Инстаграма, и я рада, что это так, но то, что я выставила видос, я сегодня, кстати, об этом Карине тоже рассказывала, то, что, типа, блин, вот, что за люди такие, типа, я повторяю за ней, ну, кстати, это нормально, если вы подружки и делаете что-то там примерно одинаковое, но я не считаю, что это повторение, потому что, как минимум, видос, который я вчера выставила, он очень старый, он снят несколько месяцев назад, еще задолго до, блин, он снят, наверное, в прошлом году вообще, и этот видос я выставила, действительно так вышло, что через час после поста Карины, но я не видела пост Карины, потому что в этот момент я вообще ехала с Москвы на дачу, и мне ни до каких постов не было, и на самом деле я очень редко сижу и смотрю чьи-то посты, никакие уведомления, ничего мне не приходит, мне вообще пофиг на эти посты, я могу вечером сесть, вам, наверное, не слышно, я могу вечером сесть, когда я уже все сделала, просто сижу, кушаю, полистать ленту в Инстаграме и поставить лайки там своим друзьям, и только тогда я увижу, кто что выставил. Короче, просто меня вбесила эта ситуация, потому что я понимаю, ну, понятно, у меня нет времени, я живу на даче, у меня тут куча дел, я постоянно занимаюсь чем-то, не сижу в Интернете, хотя, наверное, многие думают, что блогеры все сидят в Интернете, ну, наверное, многие так и сидят, у кого много свободного времени, у кого нет там каких-то обязанностей по дому и все такое, но у меня не так. И еще я хотела с вами поговорить, кстати, по поводу того, что очень часто любят сравнивать меня и Карину, и на самом деле, почему меня это жутко бесит, и прям доводит до какой-то, ну, может, не трясучки, но просто реально раздражает, потому что это настолько неправильно, тут такая са огромная полетела, настолько неправильно сравнивать нас с Кариной, потому что мы настолько два разных человека, вот то, что у нас одинаковое, понимаете, ну, это то, что мы девочки, то, что мы с детства дружим, то, что мы снимаем видосы на Ютуб, ведем Инстаграмы, все, мне кажется, у нас больше нет ничего такого, что одинаково, ну, там, какие-то предпочтения в еде, в одежде, в музыке, но таких людей миллион, и меня это так сильно раздражает, когда нас сравнивают, когда сравнивают наши абсолютно разные жизни, у меня просто дожился с пеной изо рта брызжет, потому что это настолько тупо, мне хочется обратиться к этим людям, которые могут что-то написать, типа, ой, у Карины там вот это поинтереснее, чем у тебя, или Карина такая молодец, она занимается этим, а ты такая плохая, ну, например, всех разная жизнь, я занимаюсь тем, чем я занимаюсь по жизни, у меня куча забот по дому, и я уже много лет живу без родителей, я не могу, не знаю, какие-то обязанности по дому положить на плечи, там, моей мамы, там, папы, неважно, я делаю всё сама, мы со Славой вместе живём, мы вместе всё делаем, и, ну, типа, это настолько по-разному, я не понимаю, почему люди этого не понимают, вот даже взять просто пример, даже вот эту ситуацию, ситуацию, потому что у меня нету столько свободного времени, чтобы просто реально сидеть в интернете, листать ленту в инстаграме, смотреть, кто что выставляет, у меня нету просто элементарно иногда времени и желания пойти просто погулять по даче, пофоткаться, потому что я знаю, что у меня ещё столько дел, конечно, иногда я никакие дела не делаю, реально гуляю просто кайфую, но я понимаю, что если я это не сделаю, за меня это никто не сделает, если вы живёте не с родителями, то вы понимаете, о чём я говорю, я никого не хочу там ни задеть, ни обидеть, у всех просто своя жизнь, и это нужно понимать, и никогда никого нельзя сравнивать, потому что, ну это неправильно сравнивать нас, я говорю, даже Карине сегодня это рассказывала, у нас с тобой настолько разная жизнь, у нас разный режим вообще, в принципе жизни, мы встаём в разное время, ложимся, у нас у каждой свои разные проблемы, разные там желания, разные цели, разное понимание того, кто хочет жить, кто какое будущее себе видит, вы понимаете, насколько мы разные, и меня жутко обижает, когда сравнивают нас, вот в том плане, что, типа, Каринина жизнь интереснее, чем моя, меня это обижает, потому что я, ну, не знаю, я так не считаю, но я понимаю, что в какой-то степени, может быть, Каринина жизнь действительно интереснее, да, в каких-то моментах, чем моя, потому что в моей жизни очень много бытовухи, но для меня это неплохо, мне нравится то, что я навожу дома порядок, мне нравится следить за порядком, мне нравится разбираться, мне нравится получать удовлетворение и удовольствие от того, что я сделала, понимаете? Да, мы разные, у нас разные жизни, и это неплохо, просто я не люблю, когда нас сравнивают, и я понимаю, почему есть люди, которые ненавидят меня и любят Карину, я понимаю, почему есть люди, которые ненавидят Карину и любят меня, Это в очередной раз доказывает то, насколько мы с Кариной разные. То, что человек может безумно любить меня и ненавидеть Карину, и также наоборот. И это понятно, потому что мы разные. И когда нас сравнивают, это очень глупо. Я не знаю, это очень странно. Так что вот, меня это бесит, я высказалась. И у нас с Кариной, мы, кстати, с ней это тоже как-то обсуждали, то, что нас обеих бесит, что нас сравнивают и пишут там, например, Карине, вот почему, допустим, ты не можешь там похудеть, как Юля. А мне, например, пишут, почему ты не можешь ухаживать там за своей кожей и быть там, допустим, без прыщей, как Карина. И мы с ней, ну, об этом иногда бывает болтаем, и понимаем, насколько все это тупо вообще даже, блин, думать об этом. Потому что у всех все по-разному, у всех разная жизнь. Кому-то легко похудеть, кому-то легко иметь чистую кожу. Не знаю, кто-то может легко соблюдать какие-то, там, не знаю, диеты, придерживаться там, отказаться от сахара. Кто-то не может или не хочет. Ну, типа, ух ты, какая милая кофточка, смотрите. Ммм, розовая няшка. Так что вот, ребята, просто я вам это рассказываю, потому что вы мне писали, что слишком короткий влог был, поэтому получается длинный. Ух ты, вот эту кофточку, я помню, я брала в шуру, она была такой модной, на одно плечко, и идешь в волосинах. Шмяк-шмяк. Так, какие темы еще у меня были? У меня вчера безумно болела голова. Да и, в принципе, несколько дней, последние там дни, у меня очень сильно, очень сильные головные боли. И я офигела от этого, потому что вчера, когда я ехала обратно, мне на какой-то момент показалось, что я могу сознание потерять с землем. Мне было очень страшно. И все. И мне кажется, что это из-за погоды, потому что других причин я не вижу. Чувствую я себя идеально, за исключением того, что мне очень жарко сейчас и душно. Но я это изменить не могу. Ух ты, у меня здесь есть классный спортивный костюм от Adidas. Нифига. Я его, мне кажется, ни разу не носила. Лосины вот такие. Круто. Вот такой вот футболки. Оставлю, буду носить. Я обожаю вот такие вот нарядики, в них гулять. Сверху курточку накинул и пошел, когда жарко особенно. И дома убираться кайф. И главное, расстаться с этими вещами очень сложно, потому что всегда кажется, что это пригодится. Вот посмотрите на эту кофточку. Я ее покупала. Пинка. Она мне так нравилась из-за блестяшек. Я просто ходила. Я думаю, что это самое модное на районе. И сейчас я так думаю. И мне не хочется с ней прощаться. Вот что у меня сейчас здесь. О, походу и до нас ураган дошел. Потому что я только что болтала с Кариной, и у них там пипец ураганища. В общем, я разложила вещи, но это, как вы понимаете, еще не все. Еще очень много всяких других моментов. Я очень сильно захотела кушать, поэтому я уже минут 15 размораживаю курочку, которую сейчас буду жарить. Хотя хотела ее сварить, но... Тут тоже еще куча моментов. Так что сейчас мы идем вниз готовить курочку. Гречечку. Короче говоря, мы купили две разные панировки. Вот такая. И вот такая. Я такие не люблю. Я больше всего люблю сухари панировочные, которые прям, ну, типа, как хлебные. Поняли? И они обычно другого цвета, конечно же. А это какие-то желтые. Это вот такие. Но они типа не для куриц. Тут написано было для мясных, рыбных, овощных блюд. Возможно, будет не очень. Вот эти типа для курицы. Но они пахнут не очень. Еще у меня гречка там стоит. И сейчас вот я думаю, как раз обсыплю вот эти, которые для рыбных. Попробую. Короче, разные сделаю. И без панировки тоже. Что я делаю с гречкой? Там остается немножко воды буквально на донышке. Не знаю, вот сколько. И я ее прячу в теплое место. Закрываю полотенцами, одеялами, чтобы водичка вся эта впиталась в гречку и становится очень вкусной. Так, теперь попробуем вот эту панировку. Тоже сделаю три штучки. Но пахнет, честно говоря, очень странно. И меня это немножко пугает. Я просто люблю больше с панировкой, чем без. Но боюсь, что вот эта может мне не понравиться. Ну ничего, попробуем. Тут просто очень много специй, походу. И она так пахнет прям всякими разными запахами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, я ступила. Надо было мне из Москвы взять и сухари панировочные, потому что эти воняют прям. Благодаря своему любопытству я сделала три вида разных курочек. С тремя разными обработками курочек. Сейчас последняя партия жарится. Я пока не знаю, что из этого будет вкуснее. Никто не знает. Субтитры сделал DimaTorzok Такой у нас будет сегодня легкий ужин без салатов. Зато будет у нас горошек. Я его люблю иногда поесть. Сырочек, гречечка. Три вида. Три вида курочки. Это без всего только соль, перец. Это панировка, которая предназначалась для курицы. А это панировка, которую я попробовала, и она была ничего. Такая, которая предназначалась типа для рыбных изделий. И лаваш. Фух, постой, как мы покушали. Мы сходили до мусорки. Кстати, мне очень часто пишут, что нельзя выкидывать мусор на ночь, перед сном, вечером, ночью. Не важно. Я в это не верю. Мне пофиг. Я считаю, что лучше выкинуть мусор, чем жить с мусором в доме. Так, у нас пошел дождик. Когда мы гуляли, конечно же, как обычно, уже на улице темно. Как вы видите, видно только меня и слышно дождь. Не знаю, может, кому-то не нравятся влоги такие мои, но понимаете ли, это моя жизнь. Так, у меня здесь много всего, что я хотела бы отдать. То, что я уже не ношу и не буду, то, что у меня уже мало даже. Представляете, какие старые вещи. А вот это, кстати, я из Москвы привезла. У нас на балконе висела такая классная куртка. Я ее знаю, я ее помню. Люблю такие вещички. Хочу ее вниз отнести, чтобы в ней часто гулять, фоткаться можно. Смотки это дело такое. Почему я привезла так много вещей? Потому что я не знаю, насколько мы здесь встаем прижить. И в любом случае я хочу сюда чаще приезжать. И вещи нужны, чтобы менять луки для фоток. Видите, я же не просто живу, я могу ходить в одном и том же каждый день. Хотя этот костюм я сегодня испачкала, пока готовила. Потому что аж медки курицы летели на меня, прилипали. В общем, мне самой сегодня еще нужно душить. И поэтому видео выйдет, скорее всего, не тогда, когда я ее сказала. Но ничего, что поделать. В целом я вещи реально разобрала. Вниз можно положить рюкзаки. Еще сюда привезли эту ленточку. Броновую, диодную или какая-то там. Такие чисто домашние дачные носки. В них просто офигенно тепло. Но мне настолько жарко. Тут так душно. Я не понимаю, почему. Окна вот так вот открыты. Вот здесь и напротив. Но воздуха нет. Мы уже убавили температуру. Мне кажется, в минус она уже ушла. Но тут есть, кстати, кондиционер. Но это такое. Ночь сегодня мы спали с открытым окном. Единственная не проблема, а такой момент. Я бы не очень хотела на даче тоже захламлять. Вы знаете? Такую ситуацию. Сейчас я Славину куртку еще возьму. Привезла зимнюю куртку Славы тоже сюда из дома. Потому что, ну что, она дома лежит. Тем более, что зима уже прошла. Тут у меня тоже куча курток. Причем это Славины. Я их тоже сложу, как кофточки. И положу, потому что тут вешалок мало. К сожалению, их вообще практически нет. И если вешать, то лучше что-то такое объемное. А эти я вот так вот ветровочки сложу. И будет красивенько. Кстати, вот эта курточка очень классная. Не помню, откуда она у меня. Ну, наверняка кто-то дарил. Я же себе вообще вещи не покупаю, мне кажется. Постоянно дарят. Может, на рекламу прислали. Такая классная, мне нравится. Она такая, типа, простенькая, знаете. Но в этом ее кайф. Но она очень классная. Не знаю, насколько вам видно. Мне прям очень она нравится. С джинсами, с топиком как раз. В общем, я привезла сюда всякие вещи, которые в Москве не ношу уже давно. Потому что, во-первых, зачем они там, если я их там не ношу. А во-вторых, я могу их носить здесь. И вообще я могу сюда приезжать без вещей. Повязочки. А, вот, кстати, Вивочкина курточка. Интересно, на Ямала? Такая модная. Мне кажется, на Ямала уже. Но попу точно прикрывать уже не будет. Так, сюда шарфики сейчас. Кайф. А, еще и кепки привезла. И вот такое я привезла. Кто помнит, шапку такую. А, их тут вообще две. Это мы со Славой покупали, когда у нас была первая поездка в Париж. Ой, так давно это было. Когда мы с ним только начали встречаться. Еще даже полгода не прошло. Мы поехали вместе в Париж. И это было очень романтично. И кепок тоже взяла всяких. Потому что, ну, Маля тоже погуляет для фотки. Тем более, что тут жарко бывает. Вот это моя любимая кепочка от Карл. Привезла вот такую повязочку на голову свою. Чтобы можно было тоже ее как-то модно нацепить. Для фоток может. Хотя у меня здесь еще... Я еще, прикиньте, что я привезла. Сюда повязку. Вот эту ленточку от Луи Виттон, мои хорошие. Чтобы все клещи радовались. Брендом. А вот это Вивина. Это я как-то покупала. И Виви взяла, и Лютику взяла. Вот такие вот. На шею надеваешь. Степан, такая модная. У нас просто еще внизу очень много курток висит. Но я вроде принесла так все. В принципе. Хотя вот эту можно было там и оставить. Нашла тут какие-то провода. Это, скорее всего, пакет с проводами и, видимо, приставка для телевизора. Вот эту ветровочку хочу вниз отнести. Продолжение следует... Я привезла из Москвы все самое новое. Вот эту ленточку. Я так-с-с-с-с-с-с. Я так-с-с-с. Арианна Граунде! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...